Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от бога и справедливости до банальной ярости психопата. Повелитель мух, который я вам советую посмотреть, как фильм, так и мой обзор, можете, кстати, и книгу прочитать, она достаточно небольшая, так вот эта история о том, как некогда нечто единое разделилось само в себе и что в итоге из этого вышло, негативный сценарий со всеми вытекающими. А и сцена «Враг мой» задумывалась как обзор с освещением обратной стороны вопроса, когда некогда нечто разрозненное смогло найти точки соприкосновения и анализом тому, что этому послужило. Было несколько картин на эту тему, но в итоге выбор пал именно на эту, хотя и малоизвестную, широкому зрителю киноленту. Конечно, я не сомневаюсь, что есть произведения, более глубоко пронизывающие данную тему, но не хотелось ставить в порог «Повелитель мух», который, на мой взгляд, очень доходчиво всё показывает, нечто заковыристое. То есть одна из целей состояла в том, чтобы картины были, ну так скажем, примерно одного уровня восприятия для зрителя и степени освещения определенных вопросов. Знаешь, что многие не смотрели этот фильм, и не исключаю, что многие не будут смотреть его ни до обзора, ни после, поэтому встрою некоторый анализ поверх краткого пересказа сюжета, но, как обычно, переживать по этому поводу не стоит, так как, как вы уже хорошо знаете, хороший фильм спойлером не испортишь. Да и в общем, враг мой, это можно сказать не то кино, что требует какой-то глубокой аналитики деталей, скрытых смыслов или диалогов, тут достаточно просто его посмотреть, и всё в общем-то, или почти всё будет понятно. Хотя справедливости ради, надо сказать, что если, так скажем, одеть шапочку из фольги и включить уровень конспирологии на первую скорость, то можно будет кое-что разглядеть. Однако данный обзор не задумывался преследовать эту цель, поэтому и окунаться в этот омут мы сегодня не будем. На то есть более интересные и глубокие, как мне кажется, картины. Однако на кое-какие детали я всё же обращу внимание, и без некоторой критики данная картина также не останется. Что ж, думаю, стоит немного для разогрева, так сказать, упомянуть некоторые факты о самом фильме, так как там есть моменты, которые определённо заслуживают вашего внимания. Враг мой был снят в 1985 году, то есть скоро ему будет уже ни много ни мало 40 лет. И для такого почтенного возраста он смотрится вполне себе на уровне. И кстати говоря, это неудивительно, так как бюджет картины составил, аж вдумайтесь, 40 миллионов долларов. Для примера, первый Терминатор, вышедший в 1984, обошёлся всего в 6 миллионов. А шестой эпизод Звёздных войн, Возвращение от Джедая, снятый в 1983, имел бюджет 32 миллиона. Приятная цветокоррекция, общие планы, костюмы, многообразие сцены, декорации, смены погоды и так далее для 1985 года создатели, очевидно, возлагали большие надежды на фильм. Но ставку сделали больше на мораль и некий философский вопрос, чем на световые мечи и прочие штуки для завлечения зрителя. Думаю, поэтому он провалился в прокате. К счастью, для нас провалился. Иначе, бьюсь об заклад, мы бы в итоге имели очередную многосерийную сагу с красивыми картинками и отсутствием какого-либо вменяемого сюжета. Кстати, заметьте, что и франшиза Терминатор, и Звёздные войны в итоге превратились, или возможно правильно сказать, что их намеренно превратили в откровенный шлак. Почему намеренно? Вот в этом видео, в самой финальной его части, я чуть более подробно разобрал этот вопрос. Кому интересно, можете глянуть, ссылку я оставлю в описании. Кстати, несмотря на провал фильма в США, где он собрал чуть более 12 миллионов долларов, «Враг мой» был очень популярен в СССР. И из всех 25 стран мира, где он был в прокате, именно у нас он показал наилучшие результаты. Так как, вероятно, был в первой волне американских лент, легально разрешенных показу. Кстати, афиширован он у нас был как первый американский фильм ужасов. По какой-то причине. Но, возможно, в том числе именно поэтому был к нему такой повышенный интерес. Почему же для проката «Враг мой» стал провалом? Дело в том, что, как я упомянул чуть ранее, «Звездные войны» вышли на экраны несколько раньше и, как следствие для американского зрителя, стали неким стандартным, согласно которому кинофантастика должна быть больше в жанре экшен или ужасы. И, таким образом, фантастика научная или философская, без многочисленных боевых сцен, для основной части посетителей кинотеатров США стала не особо интересной. Да и вообще, в 80-е, как вы помните, боевики были на пике популярности. Собственно говоря, ситуация не изменилась до сих пор, хотя, возможно, стало только хуже. Стоит отметить, что фильм не имеет оригинального сценария. В основу легла одноименная повесть писателя из США Барри Лонгера, который написал повесть «Враг мой» в 79-м году, и за пару лет она была удостоена самых высоких наград в фантастической литературе. Сюжет повести довольно точно повторён в картине, тут надо отдать должное режиссёру немецкого происхождения Вольфгангу Петерсону. Он не стал в угоду славе придумывать что-то своё. Кстати, на роль режиссёра рассматривали также кандидатуру Дэвида Линча. Впоследствии, благодаря какому-никакому успеху фильма, но вы знаете, это тот вид успеха, когда денег вроде проект не принёс, но почему-то зрителю он запомнился. Так вот, Лонгер решил написать целый цикл книг, это ему вполне удалось, и вселенная получилась довольно проработанной. Также дополнением идёт несколько рассказов, большей частью описывающих язык и быт цивилизации драков. Ну и на этом предлагаю закончить этот краткий экскурс и перейти, наконец, к обзору. Итак, не самое далёкое будущее действия картины происходит с 2092 по 1996 год. Это мы узнаём ближе к концу фильма, где видны даты исчезновения и спасения главного героя, когда офицер просматривает его файл. Ну и, как думаю, вы уже догадались, будущее, которое наступило, как и всегда, не самое радужное во всех отношениях. Человечество, наконец, покинуло пределы своей колыбели и живёт на огромной космической станции, начала активно осваивать космос и, как водится, наткнулась на расу воинствующих планетян. Сразу сделаю акцент. Учитывайте, что фильм уже начался, и эту, так скажем, историю, точнее, её сторону, нам рассказывает человеческий голос, то есть нас вводят в повествование данного конфликта с точки зрения человеческой пропаганды, если хотите. К концу 21 века все люди Земли жили в мире. Вместе исследовали и покоряли космическое пространство. Но в космосе они были не одиноки. Инопланетяне, называвшие себя драки, считали, что им, как первооткрывателям, принадлежат богатые природными ресурсами планеты звёздной системы галактики. Космос стал новым театром военных действий. Основной мотив, как вы поняли, заключается в войне между двумя расами. Никто особо не помнит причин этой войны, по ходу фильма, во всяком случае, я имею в виду, эти подробности не раскрываются. Да и, в общем, никому это уже особо не интересно и не нужно. Война стала привычным состоянием. Ведь она, как и любое другое явление, повергает в некоторый шок только в начале. Затем идёт привыкание, и потом она становится обыденностью. И, как это ни странно, как любое явление может со временем превратиться в норму. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Жить в состоянии войны можно хоть целую вечность. Главное, чтобы никто не побеждал. И вот мы видим, как несколько космолётов-пришельцев появляются в зоне видимости космической станции «Землян». Боевая тревога, несколько истребителей выходят в космос, и вот тут нас ждёт важный момент. Нам показывает, как главный герой, играючи с азартом и неприкрытым удовольствием, уничтожает пару космолётов-пришельцев. Ха-ха! Один есть! Но в следующий миг один из человеческих кораблей уничтожен, и мы видим ненависть в его глазах. Сволочи, говорит он. Понимаете, о чём я? Когда я убиваю, это нормально и даже хорошо, потому что они — это враги, а, соответственно, враг — это плохо. А плохо это потому, что он хочет убить меня. Но какова реальная причина того, что я хочу убить его, а он хочет убить меня? Знаете, вообще-то это самый главный вопрос. И тут не только нужно иметь чёткий ответ, но и быть уверенным в том, что этот ответ опирается на реальные факты. Особенно, когда дело касается не личной, скажем, мести, где, ну, возьмём за данность, каждый из её участников знает причины, побуждающие на то или иное действие, совершаемое какой-либо из сторон, а когда дело вырастает до массового конфликта. И вот вопрос, про который точно нужно вспомнить, и который совершенно необходимо задать себе, прежде чем ты ввяжешься в этот конфликт. Вы поняли, что это за вопрос, мистер Грин? Что это даёт мне? Что это даёт мне? Что даёт мне участие в этом мероприятии? И знаете, тут вспоминаются слова Андрея Балконского из произведения Льва Толстого «Война и мир», где он лежит раненый на поле во время австралийского сражения. И в некотором смысле он не только смог задать себе этот вопрос, но и найти силы честно ответить на него. Ему же противопоставляется в какой-то степени другой персонаж, Николай Ростов, которого также посетил подобный вопрос, но он решил его заглушить, ибо ответ на него рушил его прежние представления о мироустройстве и собственных идеалах. Цитирую. Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются, подумал он, и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и, желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки, но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками, как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались, совсем не так, как со злобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его, наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу. Славный молодой человек, вот прекрасная смерть со знаменем в руке. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти. Ну а вы, молодой человек, обратился он к нему. Как вы себя чувствуете, мон брав? Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Ему так ничтожно казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его с этим мелким тщеславием и радостью победы в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, что он не мог отвечать ему. Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мыслей, которые вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдания и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значение, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл который никто не мог понять и объяснить из живущих. Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В его уме происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов своим изменившимся выражением, своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарта своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их. Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния. Надо было поесть что-нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу и офицеров, так же, как и он, приехавших в статских платьях, что он на силу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор естественно зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридленда. Говорили, что еще бы Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один-две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все так же томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг, на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданную и потому очень удивившую офицеров. «И как вы можете судить, что было бы лучшее?» закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. «Как вы можете судить о поступках государя? Какое мы имеем право рассуждать? Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя». «Да я ни слова не говорил о государе», оправдывался офицер, не могший иначе как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость. Но Ростов не слушал его. «Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего», продолжал он. «Умирать велят нам, так умирать, а коли наказывают, так значит виноват, не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарта императором и заключить с ним союз, значит так надо, а то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет», ударяя по столу, кричал Николай, весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей. «Наше дело исполнить свой долг, рубиться и не думать, вот и все», заключил он. «И пить», сказал один из офицеров, не желавший ссориться. «Да, и пить», подхватил Николай. «Эй, ты, еще бутылку!» крикнул он. Возвращаясь же ко взору и затяжному конфликту, как вы понимаете, со временем вопросы типа «зачем и почему», как я и говорил ранее, отходят на второй план. Остается как бы общая идея некого разногласия, зачастую являющаяся не более чем предлогом. Затем эта идея как бы размазывается во времени, на нее добавляются жертвы войны, всевозможные преступления с каждой стороны конфликта, но так как иначе просто не бывает и так далее. А в итоге все это превращается в такой бесконечный круговорот сансары, растущий с каждым своим оборотом подобно снежному кому. Но конечно если смотреть на все это с позиции самоотождествления рядового участника конфликта, то именно так он и рассуждает «когда убивают меня, это плохо, ведь о себе ты думаешь как будто ты изначально хороший, а враг соответственно плохой». Но и знаете в этом есть рациональное звено, как ни странно. Может ли человек воевать всерьез, считая себя плохим, считая свои цели неверными и дело неправым? Он должен верить в то, что он все делает правильно, потому что именно понятие «правильно» определяет кто хороший, а кто плохой. А уж что такое «правильно» и «неправильно» ему подскажут, как в общем-то об этом и сказал Николай Ростов. И неважно по какую сторону конфликта он находится. Итак, погоня, враг подбит и терпит аварию на неизвестной планете. Корабль человека также совершает вынужденную посадку и едва успев отбежать от корабля, тот взрывается, оставляя его одного на этой планете. И тут позвольте еще одну небольшую ремарку по этой сцене. Главный герой, обуяемый страстью, в порыве уничтожить корабль противника, который ранее подбил союзника, следует за ним, игнорируя предупреждения второго пилота, а тот постоянно ему говорит, что не надо следовать за драком на эту планету. Но главный герой неумолим. В итоге смотрите, что получается. Желая уничтожить врага, главный герой в итоге этой сцены ведомой жаждой мести убивает по сути своего напарника, так как тот не выдержав впоследствии аварии умирает. То есть по сути даже на этой короткой сцене мы можем понять, что главный герой в некотором смысле проиграл. Ведь будучи в этом порыве, даже если он впоследствии прикончил бы своего врага, чисто математически он все равно остался в минусе. Итак, повествование идет от лица главного героя, в смысле человека, так как тут два по сути главных героя. И вот он произносит первую фразу «Я никогда не видел драка вживую и лишь знал, что они на нас не похожи». Кстати, задайте себе вопрос, сколько вживую вы видели людей других рас, наций, которые с нами живут, и в скольких странах вы были хотя бы в качестве туриста. Думаю, большая часть людей вообще друг друга особо не видели, так как у этой массы нет возможности прям вот хорошо поездить по миру, чтобы не так на неделю под солнцем, а месяц-другой познакомиться как-то с культурой, проникнуть не только в национальную кухню, но еще и обычаи, религии, уклад жизни, быт, особенности, философию и так далее и тому подобное. То есть, по сути, мы друг друга не особо-то хорошо знаем. Интернет вот разве что немного приоткрыл нам глаза. Кстати, драки имеют форму рептилии, что для человека подсознательно особенно неприятно, то есть сценарист по сути максимально усилил эффект различия. Ну и повесточка на некого рептилоида особенно в те годы была в общем популярна, хотя этот образ тянется не только с подсознательного неприятия, но и находит свое начало еще с библейского сюжета. В общем, в этом конфликте мы наблюдаем двух, казалось бы, совершенно разных существ, если хотите. Это не просто две какие-то нации и так далее. Тут отличия совершенно очевидны даже по внешнему признаку. Такие человеческие предрассудки, как различия по цвету кожи по сравнению с этим это просто детский сад. Более того, физиологические особенности на этом не заканчиваются. Представители драков являются гермафродитами, они говорят на совершенно непонятном языке, у них другая пища, технологии и так далее. Что ж, человек обнаружил драка, но попытка убить его провалилась и он попал к драку в плен. И вот понемногу начинается контакт. И подумайте, а что вообще обычно служит началу контакта? Знакомство, обмену информацией, звуками и жестами, если хотите. Однако, еще более ранее, начало этому контакту по сути послужило то, что ни человек чуть в более поздней сцене ни драк, хотя и имеют такую возможность, не стали друг друга убивать. То есть в действительности в самом начале установки контакта лежит не обмен вербальными или невербальными жестами, а большее желание к познанию оппонента, чем желание лишить его жизни или желание как-то его эксплуатировать в личных целях. Человек убеждает драка, что им необходимо взять припасы и укрыться от метеоритного дождя. И вот внешние обстоятельства начинают сближать их все больше и больше. Они постепенно учатся подстраиваться под окружающую среду и она вынуждает их выживать и действовать сообща. Кстати, аббревиатура на шевронах солдат, как у главного героя, означает двусторонний земной альянс. Ее расшифровку мы можем видеть в самом начале фильма на пролетающем грузовом судне. Итак, человек выучил немного слов драка, а драк выучил немного слов человека. Мы постепенно, не торопясь, как бы, вливаемся в развитие этих отношений, которые еще буквально только вчера столкнув наших героев на поле битвы, не могли даже и иметь хотя бы одну лишь мысль на такое вот развитие. И вот уже в их диалогах проскальзывает такой инструмент общения, как юмор. В картине, кстати, он очень ненавязчивый и не пошлый. Его немного, он не тянет на себя одеяло, но как бы добавляет немного приятных и естественных нот. Ведь юмор сближает. Это такой же инструмент взаимоотношений, который можно направить как на негатив, так и на позитив. И Драк, то есть Джерри, так его зовут, оказался очень веселым парнем, да и надо отметить, что по ходу развития событий зритель видит в общем-то продуманных и, что наверное более важно, естественных персонажей. В меру глубоких, но без перебора, со своими особенностями и так далее. То есть они не выглядят просто какими-то пластмассовыми куклами, но и в другую крайность, как порой это тоже бывает, не скатываются. Это две личности, где каждый проходит свой путь, каждый достоин внимания. В одном из разговоров человек произносит фразу «Пока человек жив, он не должен терять надежды». И Драк тут же проявил интерес к столь умному высказыванию и спрашивает «Это великий учитель Иркманов?» Человек пошутил и сказал, что учитель людей это Микки Маус. Суть в том, что чуть далее будет также развиваться некая идея мудрости, свода правил и так далее, где, забегая вперед, скажу, что зритель познакомится с тем, что по сути условия морали у этих рас одинаковые. Грубо говоря, прям очень грубо. Истина одна на всех и всем ее хватает. И если враги смогут разглядеть эту истину друг в друге, то поймут, что все остальное, что их разъединило, это не более чем заблуждение. Умышленное или нет, не важно, потому что истина и ее законы стоят выше прочего, не просто потому, что ее туда кто-то поставил, а потому, что туда это, вероятно, место, находящееся где-то в самой основе существа ее носящего, а кто-то это, вероятно, тот, кто мог создать как это место, так и создать истину, и более того, именно он сумел положить ее именно туда, чтобы каждый имеющий ее в себе смог, помимо прочего, разглядеть ее в ком-то, кто также является ее носителем, а следовательно, и распознать в нем часть самого себя, не просто как некий кусок мяса движимой энергии, а как творение более глубокомысленное и осознанное, носящее в себе часть того, кто сумел вложить в него эту осознанность. Это же говорит Драк, когда Девир, читая их писание, которое называется Талман, говорит, что там написано по сути то же самое, что в кавычках в Талмане человеческом. Кстати, согласитесь, что название книги, но уж очень явно созвучно с названием книги Талмуд. В общем, контакт развивается, конечно, не обходится без стычек и недопониманий, Джерри, кстати, даже как-то раз спас Дэвиджа от монстра, который почти его съел. В общем, время шло, и вот в один из метеоритных дождей они разругались, так, что чуть не поубивали друг друга. И человек говорит, Тебе не кажется старина, что мы начинаем сходить с ума? Давай двинемся в путь. И вот человек собирается искать какой-то выход, что-то или кого-то. Он говорит, что постоянно видит сон, слышит шум большого космического корабля, и когда он просыпается, будто шум не проходит. Он зовет драка с собой, но тот не идет. Дэвидж не понимает, почему Джерри не хочет идти. Собственно, зритель этого тоже не понимает, потому что причина еще не раскрывается. Хотя намек был дан чуть ранее. Дэвидж оказался прав. Он нашел следы корабля, это были люди, но не просто люди. Ветв сюжета развивается так, что это был корабль так называемых добытчиков руды, которые отлавливали драков и заставляли их работать, добывая ценный материал. И возвращаясь в свое убежище, Дэвидж думал о том, что же сказать своему новому другу. Джерри очень рад видеть человека, и объясняет, что ждет появления новой жизни, потому-то он немного растолстел и, как сказал о нем человек, обленился в последнее время. Джерри говорит, что люди вольны выбирать, создавать новую жизнь или нет, а драки лишены этого выбора, это их судьба. Между тем на планете идет зима, а зима, как вы понимаете, чаще всего символизирует смерть, которая, собственно говоря, долго ждать себя не заставила, и Джерри умирает, а Дэвич с помощью, ну что-то вроде Кесарева по-нашему, вынимает из его чрева маленького драка. Правда, прежде своей кончины, он научил человека именам всех своих предков, и взял с него слово, что он воспитает его потомство, сможет доставить маленького драка до дома, представить перед священным советом и зачитать его родословную, так как это обязанность всех драков. Вот такие вот дела. Кстати, еще одно ключевое, так скажем, отличие от людей, знать свою родословную от начала. Этот же момент мы можем проследить в Торе. Конечно, мы не можем проверить истинность этого, но в так называемом человеческом Талмане такой момент присутствует, в то время как остальные люди такой информацией не владеют. И скажем, Дэвидж в знании своего родства, если мне не изменяет память, дальше дедушек и бабушек не ушел. Итак, человек остался один на этой планете с младенцем и после этого фильм начинает впадать в несколько иное русло. В общем, рос этот маленький дырак, правда рос быстрее человеческого детеныша, учился всяким там премудростям от человека и вот в один день опять прилетает на планету корабль со все теми же самыми добытчиками руды. Вообще вот тут хотелось слегка откритиковать этот посыл. Странно, знаете ли, даже, точнее, как обычно в некотором смысле, повесточка вот эта старая, где человек обязательно плохой и так далее, ну, точнее, не то, что даже человек, а в некотором смысле часть человечества или все человечество в целом, как бы люди в некотором смысле закрывают глаза на таких вот добытчиков и их дела. Они, конечно, аморальны, ненавидят драков, драки в угнетении и так далее, но давайте будем честны, будь такая война в реальности, едва ли кто-то пользовался какими-то там принципами, причем не особо понятно, на чем основанными и не заставляя пленников выполнять самую черную тяжелую работу. Мысль развивать дальше не буду, думаю, она и так ясна, а несколько забегая наперед, скажу, что драков вообще в общем-то в дурном свете не выставили и в итоге, а в финале показано, что это чуть не святые, которые живут чуть не в раю. Хотя некоторые интересные, логичные, ну и даже философский вопрос, который задает с людьми лучше не встречаться. Он говорит, дядя, эти же люди такие же, как ты. Но тот не может ответить ему в чем причина. Хотя если транслировать этот вопрос на наше современное общество, то он как бы выставляет нас как существ разрозненных и разделенных самих собою, в то время как драки показаны как целостная раса. Собственно еще один плюс в пользу дураков. Ну а как вы помните царство развившееся само в себе не устоит. Ну тут уж выводы каждый из вас может сделать сам. В общем маленький драк все же попадает в лапы захватчиков, Дэвидж в попытке его освободить убивает одного из них, но и сам будучи подстреленным практически отправляется в мир иной, однако его обнаруживает союзный корабль, ставит на ноги, он возвращается за драком, убивает захватчиков, освобождает остальных рептилоидов и исполняет обещания данной им Джерри представив маленького драка перед верховным советом, ну вот собственно и все. Вообще конечно я считаю что можно было добавить хронометраж и хоть как-то развить историю о драках, показать в том числе их отрицательные стороны, если они конечно есть, и какой-то сделать вектор на общее заряжение, но да ладно. Кстати у фильма мог быть более длинный финал, по крайней мере Петерсон отснял сцену, в которой Замус, так звали маленького драка, представляет Дэвид же своим родственником на родной планете. Собственно в чем мораль-то? Думаю и так ясно без всяких лишних мудростов не на 10 страниц текста. Пожалуй ответ на главный вопрос как же научиться дружить, особенно если ты находишься в состоянии войны, в моем понимании звучит достаточно просто, нужно просто воевать наоборот. Ведь по сути война это лишь метод взаимодействие. Это все те же затрагивания точек соприкосновения, просто максимально грубым способом. Ведь по сути воевать ты можешь с кем-то похожим на тебя, с кем-то находящимся на твоем уровне понимания мира, развития, ну и вообще более-менее равному тебе как минимум. Если две стороны в основе своего бытия имеют примерно одни принципы существования и взглядов, ну как в фильме истина одна, так скажем. Так вот если стороны этой истины придерживаются и все же воюют, значит причины этой войны менее фундаментальны, менее важны, чем та истина, которая находится в основе их общества. Следовательно, их война это лишь заблуждение. И более того, вероятно, это чья-то манипуляция или какой-то эгоистичный порыв лидеров данных обществ, которые от этих истин отступили, ну и так далее. Если копнуть еще чуть глубже, то согласитесь, что вокруг нас слишком много жизни, слишком много основ ее существования и не имея возможности самому ее создавать, подчеркиваю, не воспроизводить телесно, а создавать усилием желания, так сказать, то есть творить, не имея под своей властью данный инструмент распоряжаться чьей-то жизнью и диктовать ей свои условия в угоду собственных интересов, это путь к бесконечной войне. Это война, которая будет сопровождать такую и если мы наблюдаем, что где-то, неважно где, конфликты не затихают вообще, основные и реальные причины для них в рамках общей массы в принципе не особо-то понятны и прозрачны, то с немалой долей вероятности мы можем утверждать, что ведутся эти конфликты и управляются и поддерживаются они намеренно, так как в противном случае, при их, если можно так сказать, естественном развертывании, рано или поздно точки соприкосновения, нормальные точки соприкосновения были бы давно найдены, а конфликты и их причины оставлены в прошлом. Вот, к примеру, по книге война между человечеством и драками продолжалась 20 лет, а вот, скажем, более близкий к нам и реальный эксперимент, о котором вы, возможно, не слышали, я вам сейчас зачитаю, он достаточно интересен. Четырехлетний геймерский сетевой проект по исследованию сценариев боя в компьютерной игре Quake 3 неожиданно завершился полной остановкой боев. По словам создателей проекта, они несколько раз проверяли работоспособность системы, после чего обнаружили, что самообучающиеся игровые боты не принимают участие в боях. Проект некоторое время был забыт и существовал автономно на сервере, после чего один игрок проверил записи за длительный период времени и обнаружил, что в игровом пространстве уже давно никто никого не убивает. Игровые боты перестали атаковать друг друга. Участник проекта Эрик Кейн даже пытался провоцировать систему с тем, чтобы заставить игровых ботов атаковать его, входя в игровую зону с оружием. Однако боты просто игнорировали его, лишь поворачиваясь к нему лицом и перестраиваясь. Более подробно можете загуглить об этом эксперименте сами. Ну а в конце предлагаю вспомнить небезызвестное произведение Оруэлла в 1984, где между тремя сверхдержавами якобы шла так называемая бесконечная война. Ну, точнее, жители этих стран, а точнее, одной из них по роману совершенно были в этом убеждены. И вот после этого пробежитесь по нашей более-менее современной истории, ну лет так хотя бы в 100-150, посчитайте примерное количество конфликтов, а затем задайте себе некоторые вопросы, исходя из ранее сказанного, и сделайте свои выводы. Если хотите, можете поделиться ими в комментах. Как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Я же благодарю вас за просмотр, и как всегда выражаю отдельную благодарность меценатам канала. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку. Если кто-то из зрителей захочет поддержать канал, вы сможете это сделать, подписавшись на пусти или иным способом. Все ссылки, как всегда, в описании. Я же с вами прощаюсь, и надеюсь, до скорых встреч. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok